В феврале 2021 года с Помпой отметили юбилей Ельцина. Даже президент Путин возложил цветы к его могиле и рассказал, каким ответственным он был. Поговаривают, что Ельцин был хорошим человеком и политиком замечательным, хотел создать великую демократическую державу, да вот со временем правления ему не повезло и народ какой-то не такой попался. Кое-кто и вовсе уверен, что разрушив СССР, Ельцин сделал для народа великое благо и даже начал якобы поднимать страну с колен. Но хватит этих мифов и домыслов, давайте лучше посмотрим на 5 фактов о Борисе Ельцине. Сторонники Ельцина обычно говорят, что он как бы любил выпить, но не больше. А то, что страной руководил патологический алкоголик, об этом либо умалчивают, либо называют это выдумками злопыхателей. На деле же весь мир и особенно наш народ знал, что Ельцин не просто прикладывался к стакану, а стакан был скорее его лучшим другом. Вот, например, что писал журналист Марк Симпсон в The Guardian. «Вечно пьяный пройдоха, который довел большую часть своего народа до невообразимой нищеты, одновременно фантастически обогатив свою клику. Человек, начавший свою карьеру популиста с компанией против относительно скромной коррупции партийных функционеров, позже стал главой страны в эпоху такой широкомасштабной коррупции и бандитизма, какие не имеют аналогов в истории». Так что это не просто чьи-то фантазии про алкоголизм Ельцина. Это всем известный объективный факт. Ну ладно, пил Ельцин много, но при этом он был уважаемым политиком, говорят нам ельцинисты. Однако в действительности над ним хохотал да хоть тот же Клинтон и при жизни и в мемуарах. Например, он описывал случай, как российский президент в трусах стоял и голосовал у дороги. Как оказалось потом, он просто якобы захотел пиццы. Но ведь Клинтон и сам скандальный политик, поэтому не факт, что его воспоминания кто-то прочтет. А вот, например, мультсериал «Симпсоны» смотрели и смотрят очень многие. А там как раз Ельцина высмеивали только так. Например, тест на алкоголь показывает наивысшую степень опьянения, которая называется «Борис Ельцин». Так что первый президент России был не только пьяницей, но и мировым посмешищем. И это наш печальный второй факт. Однако мифы строятся не только вокруг личности Ельцина, но и вокруг его политики. Давно уже кочует миф, что виновниками путчи 93-го были депутаты Верховного Совета, которые почему-то не желали выполнять требования Ельцина и самораспускаться. Но если вдуматься, что тогда произошло, то мы увидим следующую картину. В период с 21 сентября по 4 октября 93-го года в стране произошел незаконный государственный переворот. Ельцин присвоил себе полномочия, ему не принадлежащие. В конце сентября он издал знаменитый указ номер 1400 о распуске Верховного Совета. Этим самым он напрямую нарушил действующую конституцию, а значит юридически перестал быть президентом страны. Но Ельцина, получившего добро от президента США Клинтона, это мало волновало. Получается, кровавое восстание Ельцина и его сторонников было вооруженным мятежом против конституционного строя с целью захвата власти, в результате чего погибло свыше тысячи человек. Именно так выстилалась дорога к якобы демократии и свободе. И это наш третий факт. Сложно представить, что творится в головах у тех, кто действительно верит в то, что Ельцин, поставив страну на капиталистические рельсы, улучшил тем самым благосостояние граждан. На самом же деле в то время шло активное разграбление государственной собственности. Именно правительство Ельцина осуществило в стране приватизацию, передав совместную общественную собственность миллионов граждан в руки олигархов по грошовой цене. Мало того, экономическая политика первого президента привела к конфискации банковских вкладов граждан на общую сумму в несколько триллионов рублей. И это наш четвертый факт. Можно много говорить о личности Бориса Николаевича, однако якобы именно он модернизировал обороноспособность нашей страны и защитил ее, несмотря на все свои выходки. Мы, конечно, можем с этим согласиться, если решим под модернизацией понимать резкое сокращение армии, развал военно-промышленного комплекса страны и в целом ослабление обороноспособности. Сами военнослужащие, как и большинство жителей, перестали видеть зарплаты, а многие предприятия ВПК обанкротились. Да и само население перестало чувствовать себя в безопасности в родной стране. Опросы общественного мнения и в 90-е годы, и в 2010-х показывали, что то чувство защищенности, которое было естественным в советское время, утратилось с приходом Ельцина и развалом СССР. И это наш печальный пятый факт. Впрочем, стоит ли всему этому удивляться, если однажды Ельцин заявил, «Три года мы стояли перед глубокой пропастью и, наконец, сделали большой шаг вперед». Видимо, прозябание России на дне бывшего президента действительно устраивало. Это были пять фактов про Ельцина. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и распространяйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин